Как стать танкистом? Почему этих ребят называют штучным товаром? И существуют ли реальные способы разрешения противоречий между уровнем сложности танка и качеством подготовки специалистов? Узнаете из сегодняшнего выпуска. Смотрите внимательно. Сколько бы мы не рассказывали про различные рода войск, разделяя их между собой по степени элитарности, мы не перестаем считать эту градацию бессмысленной. Ведь каждый из нас играет свою незаменимую роль на поле боя. Например, без десанта было бы затруднительно эффективно работать в тылу противника. А без тяжелой бронетехники невозможно представить эффективный прорыв обороны. Тем не менее, хотим мы того или нет, но в общепринятой иерархии некоторые рода войск считаются более элитными. Что же касается танковых, то они расположились где-то посередине этой условной лестницы военных амбиций. Хотя служба в них – это очень сложное и ответственное занятие. Недаром танкистов часто называют штучным товаром. Почему? Люди-невоенные вряд ли знают о том, что в танкисты берут только тех, у кого рост не выше 175 сантиметров. В танки нужны маленькие, но крепкие, шутят военные. Какие еще существуют нюансы для того, чтобы попасть на службу именно в этот род войск, узнаете сегодня. Приветствую, на связи Нью Солдат. Итак, как стать танкистом? Поехали. Вернемся к требованию по росту. Почему край – это 175 сантиметров? Просто иначе в бронированной машине не развернуться. Да и в люке запросто можно застрять. Однако те, кто очень хочет попасть в танковые войска, порой идут на храбрость, изгибаясь на медкомиссии таким образом, чтобы вписаться в максимальный предел по росту. А в целом, для того, чтобы можно было попасть в танковые войска, надлежит многому научиться. Все зависит еще и от того, что вы хотите в этих самых войсках делать, ведь в танке ездит не один человек, а несколько. Командир танка, наводчик орудия, механик-водитель, радист-пулеметчик, пулеметчики, заряжающие и так далее. В зависимости от модели танка. Например, экипаж КВ-2 составлял 6 человек. Так кем вы хотите быть в танковых войсках? Выбирайте. Командир танка руководит действиями танкового экипажа при ведении им боевых действий в ходе учебно-боевой деятельности и технического обслуживания материальной части. Он подчиняется командиру танкового взвода и является непосредственным начальником для членов экипажа танка. Должности командиров танков комплектуются военнослужащими после обучения в учебной воинской части. Штатная должность в вооруженных силах России — командир отделения в танковом взводе. Штатское воинское звание — сержант. Наводчик орудия танка является заместителем командира танка. При выполнении боевой задачи экипажем танка наводчик ведет огонь из танковой пушки и пулемета по целям, указанным командиром танка или обнаруженным самостоятельно. Особенностью деятельности специалиста является точное наведение орудия в цель и производство выстрела. Штатная должность в вооруженных силах России — наводчик-оператор. Штатное воинское звание — ефрейтор. Механик-водитель. Подчиняется командиру танка и несет непосредственную ответственность за техническое состояние ходовой материальной части танка. Механик-водитель танка должен хорошо водить танк в любых условиях — в колонне, в боевых порядках подразделения, умело преодолевать препятствия и заграждения, труднодоступные участки местности, выбирать наиболее оптимальные режимы и маршруты движения. Он также должен вести наблюдение за полем боя, появляющимися целями, докладывать о них командиру танка, обеспечивать наводчику орудия наилучшие условия для стрельбы. Деятельность механика-водителя непосредственно связана с обеспечением постоянной готовности танка к выполнению боевой задачи. Он отвечает за эффективное использование вверенной ему техники, экономное расходование топлива, смазочных материалов, поддерживает двигатель, вспомогательные механизмы, электрооборудование, гидросистемы и другое в исправном состоянии. Штатная должность в Вооруженных силах России — механик-водитель. Штатное воинское звание — рядовой. Заряжающий танка входит в состав экипажа танка, подчиняется командиру танка. Вместе с наводчиком участвуют в подготовке орудия к бою. Он также следит за готовностью средств связи и выполняет обязанности наблюдателя в указанном командиром секторе обзора. Заряжающий танка должен знать обязанности наводчика орудия танка и при необходимости заменять его. Кроме того, он обязан помогать механику-водителю заправлять танк горючим и водой, а также знать зенитную пулеметную установку танка, правила стрельбы из нее и уметь вести огонь по воздушным целям. Штатная должность в Вооруженных силах России — заряжающий. Штатное воинское звание — рядовой. Итак, либо вы будете водителем танка, либо же будете стрелять из танковой пушки. Но в том и другом случае вам нужно иметь хорошее здоровье. Одним из параметров которого является острое зрение, потому что если вы будете стрелять, то вам надо уметь целиться. А чтобы целиться хорошо, надо иметь хороший угол зрения. Кстати, артиллеристы должны знать математику. Ведь из танка стреляют не просто так, а с расчетом на определенные линии, по которым ведется обстрел. Без точного знания системы координат вряд ли можно чего-то добиться. Нет, конечно, можно палить куда ни попадя, но это несерьезно, как вы понимаете. Если будете водителем, вам придется пройти курс обучения вождения танков. Там управление может отличаться от обычного автомобиля, поскольку машина не просто военная, она требует к себе более внимательного отношения. Сейчас танки более маневренные, чем это было сто лет назад, когда эти танки появились. И тем не менее, эта машина довольно тяжелая и громоздкая. Итак, друзья, кем именно в танковых войсках вы бы хотели быть и почему? Оставляйте свои комментарии под видео. Ну а мы продолжим по порядку. Как попасть в танковые войска? Прежде всего, нужно понимать, что ограничения на службе в большинстве своем связаны с физическими параметрами, которые должны вписываться в танк. Нужно также быть морально готовым к трудностям. Требуется физическая подготовка. Нужно настроиться на то, что придется носить тяжести. Индивидуальные физические параметры. Для призывников есть общие требования. Например, отсутствие серьезных заболеваний и инвалидности, а также недугов, которые могут мешать прохождению службы. Физические нормативы. Рост от 150 до 175 сантиметров. Отклонение зрения не более 0,5. Служить по контракту не могут люди с парадонтитом и парадонтозом. Также опасен сифилис и туберкулез. Кандидатам со сбыточным весом дают время для приведения себя в форму. Психотесты. Танковые войска должны в любой момент вступить в бой. Солдаты отличаются быстротой ума, имеют железную выдержку и крепкую психику. Прохождение психиатра – обязательный пункт при определении категории годности. Особенности несения службы. Условия деятельности для солдат характеризуются с некоторыми особенностями, которые затрудняют работу и неблагоприятно сказываются даже на здоровье. Рабочее место очень маленькое, света недостаточно, перепады температур, большая запыленность, шум, вибрация. В танке множество металлических ограждений и также предметов с выступами. Солдат должен быть предельно внимателен, чтобы не допустить повреждения кожи или ушиба. Служба по призыву. Призыв проводится в установленное время. Родов войск большое количество, но решение принимает медицинская комиссия и военный комиссариат. Если человеку есть разница, где служить, то лучше прийти в военкомат до начала призыва. Сотрудники обычно с пониманием относятся к желанию проходить службу в определенных войсках. Единственное, на что обращают внимание, здоровье и физические показатели. Срок службы в танковых войсках всего один год. Комиссариат может направить юношу служить рядом с местом жительства, если он имеет пожилых родителей или детей. Приобретенные навыки и опыт могут помочь в жизни. После увольнения, если кандидат активно участвовал во всех мероприятиях, может обучиться в отделении вуза на бюджетной основе. Служба по контракту. Солдат должен обратиться в пункт отбора контрактников. Сотрудники проконсультируют по вопросам поступления и прохождения службы. После этого юноша подает заявление в военкомат, которое рассматривается начальством. Назначаются процедуры, которые помогают определить уровень физической подготовки и медицинское состояние. Если все испытания пройдены успешно, то юноша заключает договор и отправляется в военную часть, где в течение полугода будет проводиться обучение. Этого срока хватает, чтобы подготовить квалифицированных специалистов. После того, как учения пройдены, мужчина отправляется на службу минимум на три года. Командиры отбираются из наводчиков и механиков, которые уже имеют опыт более полутора лет. Однако начальник должен обладать лидерскими качествами, уметь сплотить команду и совместными усилиями выполнять боевые задачи. Отборы проводятся из бригад и батальонов. Командиры проходят экзамен и возвращаются в подразделение. Отбирают только тех, кто заинтересован в работе. Друзья, а вы служили или служите в танковых войсках? Не пожалели ли вы о своем выборе рода войск? Расскажите в комментариях под видео. А мы продолжаем. Как видите, в танковые войска можно попасть по-разному. При этом, как отмечается в аналитическом обзоре армейского «Вестника», сегодня стоит острая проблема повышения качества подготовки танкистов. Она не только не решена, но даже усугубилась в связи с сокращением срока прохождения военной службы по призыву. Система по-прежнему ориентирована на массовую подготовку специалистов недостаточной квалификации. Существуют ли реальные способы разрешения противоречий между уровнем сложности танка и качеством подготовки специалистов? В числе основных причин падения уровня подготовки танкистов по сравнению с советской армией – продолжительность военной службы по призыву. В рамках одного года срок подготовки танкистов в учебных центрах сокращен до трех месяцев. Эта программа разрабатывалась для подготовки специалистов в военное время. Расчет шел на то, чтобы дать обучаемым только самые общие знания и минимально необходимые практические навыки применения вооружения танка и его эксплуатации. Ни о каком глубоком освоении специальности говорить не приходилось, ввиду крайне ограниченного времени на подготовку. Только взлет и посадка. Практика показывает, подготовить танкового специалиста высокого класса за три месяца достаточно проблематично. Вчерашние школьники осваивают боевую машину только в самом общем виде. Не каждый командир танка успевает уяснить назначение всех элементов управления, а их танки – около 220, не говоря уже о знании устройства машины. После обучения новоиспеченные танковые специалисты становятся в строй воинских частей постоянной готовности. В этих условиях на офицеров строевых подразделений ложится дополнительная нагрузка. Они вынуждены выполнять учебно-боевые задачи с недостаточно подготовленным личным составом, одновременно со слаживанием экипажей и подразделений учить подчиненных элементарным практическим навыкам совершенствовать их индивидуальную подготовку. Все уже смирились, что многие операции, которые должны выполняться командирами танков, выполняются офицерами. Существующие нормы только приближаются к тем, которые были в советской армии при двухгодичном сроке службы военнослужащих срочной службы. В то же время количество тактических учений, а также танкострелковых тренировок, практических занятий на технике сокращается в два раза. Следовательно, и практического опыта они приобретают меньше. В этих условиях разрешить противоречие между уровнем сложности танка и качеством подготовки специалистов можно двумя способами. Первый способ – упростить танк. Разработать простую и надежную боевую машину с кнопочным управлением, чтобы ее мог эксплуатировать специалист, имеющий самое общее представление об устройстве и принципах работы вооружения и механизмов танка. Не все же фотографы работают с профессиональными камерами. Некоторые пользуются и мыльницами. Другое дело, что мыльницей качественного снимка не сделаешь, а танк третьего поколения не одолеет танк четвертого поколения. Значит, придется брать противника количеством, наращивать танковый парк. Снова замкнутый круг. Путь регресса танковых войск неприемлем. Второй способ – повышение качества подготовки танкистов. Но с военнослужащими, проходящими воинскую службу по призыву, эту задачу не решить. Не помогут ни интенсификация боевой учебы, ни улучшение методик проведения занятий, ни массовое внедрение тренажеров в боевую подготовку. Добиться этого можно только посредством полного перевода танковых войск, а точнее специалистов, которые сидят за броней, на контрактный способ комплектования. Друзья, а как вы считаете, каким образом можно разрешить противоречия между уровнем сложности танка и качеством подготовки специалистов? Высказывайте свою точку зрения в комментариях под видео. В целом, военнослужащий, проходящий в танковых войсках военную службу по контракту, более выгоден государству, чем призывник, по целому ряду причин. Подготовленный специалист-контрактник обеспечивает высокую боеспособность экипажа, что позволяет более полно реализовать боевые возможности танка как оружие. С точки зрения боевой эффективности, танковая рота, укомплектованная подготовленными специалистами, по боевым возможностям примерно сопоставима с двумя танковыми ротами, укомплектованными военнослужащими срочной службы. В боевых действиях первая будет потреблять в два раза меньше боеприпасов, ГСМ, меньше нести потери, выполняя те же боевые задачи. Немаловажен и тот факт, что при годичной службе военнослужащих по призыву у нас только 70% танкистов проходят военную службу в боевых подразделениях, 30% специалистов выходят из учебных центров. Фактически из трех военнослужащих два обеспечивают боевую готовность, а один находится на учебе и только готовится к выполнению этой задачи. Такая организация прохождения военной службы затратна и неэффективна. При переходе на комплектование танковых войск контрактниками и прохождении ими военной службы в среднем в течение 3-5 лет, доля танкистов, проходящих обучение, снизится до 10-15%, что более рационально и приемлемо. Необходимо учитывать такой критерий, как предотвращенный ущерб. Опыт показывает, что более трети всех поломок и неисправностей обусловлено неправильной, а по сути неграмотной эксплуатацией боевых машин. Основная причина – недостаточная техническая подготовка и отсутствие опыта эксплуатации у военнослужащих, проходящих службу по призыву. При стоимости современного танка в 1-1,5 миллиона долларов, каждая поломка и вывод из строя двигателя, ствола пушки, приборов прицеливания и наведения, обходится государству в копеечку. Контрактник же способен эксплуатировать боевую машину более грамотно. Можно привести следующий пример. В учебной танковой дивизии должности инструкторов-механиков комплектовались прапорщиками и срочниками. Первые весьма часто доводили машину до капитального ремонта без замены двигателя. При отправке танка на завод капитального ремонта они своим ходом заезжали на железнодорожную платформу. Срочники, которые менялись каждые полтора года, не всегда доводили машины и до среднего ремонта. То есть один и тот же двигатель при эксплуатации его прапорщиком проходил в два раза больше, чем у срочника. Если учесть, что цена двигателя составляет 10% от стоимости танка, выгода весьма существенная. Ну и конечно, жизнь экипажа в бою во многом зависит от умения его членов быстро устранять технические неисправности и отказы. По надежности отдельных агрегатов и механизмов современные танки, безусловно, лучше, чем Т-34. Но в них установлено огромное количество систем, механизмов, приборов, датчиков, которых на Т-34 просто не было, и каждый из них несет дополнительную вероятность отказа, что снижает общую долговечность боевой машины. При любом отказе, например, пушки или пулемета, экипаж, находясь в забронированном пространстве, может рассчитывать только на себя. Необходимые знания, навыки и умения по нахождению неисправности, устранению причины отказа можно приобрести только в процессе эксплуатации танка, боевой работы экипажа или, как говорят, через руки. Их невозможно получить из учебной литературы. Контрактник за 3-5 лет успевает приобрести эти навыки. Военнослужащий, проходящий военную службу по призыву в течение одного года – нет. Выводы делайте сами. Напоследок отметим, чтобы понять, что такое служба в танковых войсках, можно для начала почитать отзывы о ней в интернете. Ребята, которые прошли это испытание, лучше других расскажут, к чему вам нужно себя готовить. Но, как говорилось в фильме ДМБ, нет препятствий патриотам. Поэтому только в путь. Желаем вам успеха. А мы на этом всё. Если вы хотите что-то дополнить о танковых войсках, оставляйте свои комментарии под видео. И будьте на связи. Скоро выйдет новый выпуск канала Нью-Солдат. Ждите, мы уже готовим его для вас. Субтитры создавал DimaTorzok